Всем привет! Меня зовут Ильман Искаков, я начинающий с разработчик работы в компании Effective, учусь на четвертом курсе информационной безопасности, играю в CTF. И сегодня я вам расскажу немного об RTT и в основном буду рассказывать про такую технологию как Object Capture. В конце расскажу про use-кейс для музея имени Врубеля, для которого мы оцифровали модели и из этих моделей сделали SAT Script Tour. Ну, давайте начинать. Кто взаимодействовал хоть раз с RTT, поднимите, пожалуйста, руки. А с технологией Object Capture? Отлично, давайте перейдем к RTT. Я немного кратко все расскажу здесь. Для тех, кто не знает, RTT используется для того, чтобы создавать приложение, заполненное реальностью. Появился он в июле 2017 года и чтобы сравнить, на что способен RTT того времени и на что способен сейчас, выделим его основные функции. В 2017 году можно было размещать виртуальные объекты в реальном мире, определять горизонтальные поверхности, была возможность взаимодействовать с реальными объектами и определять состояние освещенности. В 2021 году можно добавлять в мир реальные, цифрованные с помощью Object Capture модели, определять не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности, редактировать изображения, лица, объекты. Также можно добавлять свои источники света. Reality Slit позволяет взаимодействовать с объектами, добавляя к ним анимацию и звук. Сейчас я кратко расскажу, что показала Apple на WC21 для RTT тоже кратко. Начнем с улучшения привязки местоположения. Эта функция была доступна уже в четвертой версии RTT, но в пятой ее значительно улучшили, повысила источность, пользователь может перемещаться вокруг объекта и визуализировать его со всех сторон. Второй этап — клипы. Они также были доступны еще год назад, но сейчас стало доступно использовать дополненную реальность для отображения элементов. Они имеют большой потенциал для бизнеса, так как не нужно, в принципе, скачивать полностью приложение, только небольшую его часть. Это не больше 10 мегабайтов. Это происходит достаточно быстро. Нужно всего лишь сканировать некоторый код. И в целом за счет скорости это улучшает визуэкспириенс. Дальше сейчас я покажу видео апклипов с дополненной реальностью. Дальше про улучшенный фейс-трейтинг. Благодаря этой функции можно более четко отслеживать лица и накладывать визуальный контент, например, приложение для масок или макияжа. И последнее — это улучшение захвата движения. В пятом разлете можно фиксировать жесты и позы тела с большей точностью. Эта функция нашла свое применение также в медицинской сфере. Например, можно фиксировать ежедневные изменения липкости сустава после травмы некоторого спортсмена, например. Это были основные апдейты арт-лита. И теперь перейдем к новейшей технологии Object Capture. Начнем с такого термина, как фотограмметрия. Фотограмметрия — это научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размера, позиции объекта по его изображению. В чем же основная идея технологии Object Capture? Она позволяет за очень короткий промежуток времени и можно сказать, что бесплатно получить 3D-модель из набора фотографий. Ну, получается, на вход поступает сет фотографий, например, в нашем случае эта пицца. Далее этот набор обрабатывается с помощью фотограмметрии. И на выходе получается 3D-файл, полученный нашей пиццей. Эту модель можно использовать в R-квик-луте, легко встраивать приложение и использовать в других флоу. Перейдем к требованиям. Что необходимо? Сойдет, в принципе, любой Mac на текстуре ARM, либо же можно использовать Mac с процессора Mintel, но есть некоторые обращения по памяти. Также необходимо установить macOS Monterey. Это сейчас доступно только в бета-версии. Но, кстати, послезавтра должен выйти полноценный релиз. Также нужна пятая бетка Xcode 13. Важно заметить, если у вас есть бета-версия Mac OSI, и вы захотите это все попробовать и скачаете Xcode из App Store 13, то у вас ничего не получится, потому что он не содержит SDK 12 оси. Справа вы видите некоторые QR-коды на материалы. Apple представляет сэмпл, с помощью которого можно легко получить модель. Как это работает, я покажу чуть позже. Давайте рассмотрим процесс создания модели поподробнее. Первый этап — это получение входного сета фотографии. Получается, нам нужно сделать некоторые изображения. Они делаются в специальной программе. Также можно скачать сэмпл от Apple. Каждый отдельный снимок представляет собой три файла. Первый файл — это файл обычный хейк. Второй — это текстовый файл гравитации, который нужен для определения положения устройства, его ориентации во время снимка и растровый файл глубины. На изображении справа вы видите сессию с сеттом фотографии фрукта. На выходе же мы получаем модель. Она может быть представлена в таких форматах, как USDZ, USDA или Object. При запуске сэмпла необходимо указывать несколько параметров обязательных, самым главным из которых является детализация. Всего существует пять видов детализации. Это preview, reduce, medium, row и full. От детализации зависит размер выходного файла и его качество. Начнем с такого вида детализации, как preview. Саму по себе эту детализацию не используют в приложениях. Она довольно быстро делается, сам файл, обладает низким качеством и нужен в основном для того, чтобы предварительно понять, хорошо ли мы сделали фотографии, можно ли дальше получать в нормальном уже качестве нашей модели. Следом идут детализации reduce и medium. Это уже хорошее качество. Файлы весят не так много и их уже в основном используют в iOS-приложениях. Ну а такие детализации, как full и row, используют в нестандартных flow. Они весят очень много. В принципе, редко находят применение в iOS-приложениях. Вот на скриншоте справа их всего тут 5. Вы видите, получается, размеры одной модели в разных детализациях. Самое маленькое это preview, как я и говорил, 3 мегабайта примерно. А самое большое это full. Давайте теперь перейдем к такому датчику, как LiDAR. Какую роль он играет в оцифровке модели. LiDAR определяет дальность и глубину с помощью излучения света и его поглощения, с помощью чего получается такая картина мира. Модель, которую получили с помощью съемки фотографии на iPhone с LiDAR, будет иметь реальные размеры. В принципе, это не такой большой бонус, потому что можно сделать фотографии на iPhone без LiDAR и уже вручную в конечной модели самому отрегулировать размеры. Размеры регулировать можно в программе Reality Composer в статье Scale. Теперь перейдем к рекомендациям. Начнем с выбора объекта с подходящими характеристиками. Объект должен иметь хорошо детализированную структуру, минимально утражающую поверхность. Например, если мы возьмем некоторую кружку, которая на солнце хорошо, сильно бликует и не имеет какую-то четкую текстуру, то на выходе мы получим не кружку. Объект должен быть жесткий, то есть отсканировать цветок, скорее всего, тоже не получится, потому что, вероятно, придется модель как-то перемещать, чтобы ее с различных сферок отцифровать, либо дуновение ветра она может деформироваться. Также должно быть меньше мелкой структуры и объекты должны быть примерно средних размеров. Совсем маленькие объекты не получится отцифровать, потому что мы, во-первых, пробовали, например, с монетками, тоже особо ничего не получается. Можно использовать, конечно, макрокамеру, но это уже немножко другое решение. Как нужно делать фотографию? Ну, во-первых, нужно убедиться, что сам объект находится в фокусе. Снимать нужно со всех сторон, и чтобы каждая последующая фотография имела перекрытие с предыдущей больше 70%. То есть мы не можем просто сфотографировать объект с одной стороны, повернуть его на 180 градусов, сфотографировать с другой и затернуть программу. Так делать нельзя. Также, если мы хотим захватить дно объекта, нам нужно будет объект перевернуть и точно так же продолжить съемку. С помощью фотограмметрии это все удачно соединится в единое целое. Также Apple рекомендует делать от 20 до 200 фотографий в зависимости от проекта. Но, исходя из опыта, могу сказать, что для таких средних объектов лучше всего делать от 100 до 120 фотографий. В чем, собственно говоря, профит? Кроме цифровки объекта с помощью технологии Object Capture используют такой вариант, как 3D-сканер. В чем его плюс? В том, что он обладает достаточно большой точностью. Его также используют в реверс-энжиниринге для того, чтобы узнать секреты, так сказать, черного ящика. Его самый главный минус – это то, что он стоит около миллиона-двух. Я думаю, что для того, чтобы им пользоваться, нужен специальный человек, высококвалифицированный, которому нужно тоже платить. Технология Object Capture, по сути, бесплатная. Нужно только устройство от компании Apple и все. Для сравнения, справа вы наблюдаете модель, которую цифровали с помощью такого дорогого сканера. А слева – это модель, скульптура из Омского музея имени Врубеля в редюс-качестве. Поэтому для большинства отъездов сверхпредельная точность не нужна, поэтому гораздо выгоднее использовать технологию Apple. Но, опять же, не все объекты можно хорошо цифровать и в таких случаях использовать какие-то сторонние решения. Ну, сейчас я вам покажу, как легко и просто можно создать модель. У нас есть заранее заготовленный сет того же самого оленя. Как я и говорил, на один снимок приходится три файла. И в самой программе нужно указать, первый – это путь абсолютный к этой папке, второй параметр – это, получается, выходной файл, который мы получим. Самый главный параметр – это детализация. В нашем случае это reduce. Давайте запустим. Процесс будет выполняться некоторое время, ждать мы не будем. Я заранее подготовил модель. Примерно может занимать процесс минут 10. На выходе мы получим вот такую вот модель. Это музейный экспонат, поэтому, естественно, мы его не могли никак перевернуть. Он без дна. Поэтому уже отдельный человек обычно дорабатывает модель до идеального состояния. То есть накладывает, но удаляет некоторый паралитет на фон, если он присутствует. А теперь я расскажу про use case. Я принимал участие в студенческой лаборатории, которую организовывал лицей в Коровянске, в рамках которой мне и моей команде удалось реализовать приложение для Омского музея в Рубеле с помощью этой технологии. На раннем этапе было множество идей, вплоть от реализации полной комнаты в одном из комнат музея до размещения стола с историческими предметами в генерал-губернаторском дворце. Но в итоге мы остановились на варианте с садом скульптур. Мы реализовали две основные функции. Первая функция – это каталог этих объектов для тех, кто находится дома и не может пройти в музей. Может находиться даже в другой стране. Второе – это если человек гулял на улице, проходил мимо музея, он может подойти к памятнику в Рубеле, отсканировать местность. Как только программа детектирует эту местность, то начнется рендер наших скульптур, и мы получим, так сказать, сад скульптур, который, так сказать, был идеей летнего питерского сада только у нас в городе Омске, у стен музея. Приложение доступно для скачивания в App Store. Получается, для музеев технология Object Capture очень полезна, потому что сами экспонаты в музее стоят как бы в анфас, и человек не может, допустим, разглядеть некоторые мелкие детали с обратной стороны. А вот у моделей, которые цифрованы, можно их со всех сторон рассматривать, открутить и, так сказать, приобщаться к искусству. Технология пользуется у музеев большим спросом, потому что к нам еще обращался также краеведческий музей, который хотел цифровать свои предметы и сделать большой каталог. Но сам процесс от цифров в этой модели занимает примерно минут 30, это минут 20 сама съемка, 10 минут это получение самой 3D-модели. Также, если модель не идеальна, то нужно ее еще дополнительно дорабатывать. Если объектов очень много, то это очень много времени, поэтому мы сделали только один проект. Я и моя команда начала со цифровки моделей и доведения их для финального вида. После мы пришли к музею, отсканировали местность у памятника имени Врубеля, расположили там нашу статую, которую пользователь может детектировать и увидеть этот сад. Сейчас я вам расскажу о функционале приложения. Сперва это каталог. Мы можем открыть скриптуру и поставить ее где-нибудь у себя, например, дома либо на улице. Ее можно увеличивать в размерах до 10 раз, поворачивать, перемещать, приближаться к ней и так далее. Также можно покрутить модель просто у себя на экране айфона. Ну и основная часть, это сад скульптур. Нужно нажать поиск Врубеля. Происходит детектирование памятника и после этого строится наш сад. Вот мы можем наблюдать скульптуры, каждую из которых мы можем детально рассмотреть, узнать дополнительную информацию о ней, приклеить на эту скульптуру. А теперь перейдем к проблемам, с которыми мы столкнулись. Первое это клюзия. Что такое клюзия? Это когда, например, мы на экране нашего смартфона ставим дополненный объект перед нами и между этим объектом и камерой смартфона появляется некоторый предмет, например, человек. По логике мы уже не должны видеть объект, потому что он перекрыт человеком. Но это проблема, и мы на экране все равно будем наблюдать наш дополненный объект. Различая два типа клюзии, это человеческая клюзия и клюзия с другими предметами. Человеческую клюзию как бы решили, ее добавила Apple, но она работает не идеально, часто объект до конца не скрывается, берцает, и иногда даже я видел случай, когда приложение падало. Нативного решения для обычной клюзии с предметами мы тоже не видели. Также была проблема с освещением и тенями. Можно было, например, добавить тени путем наложения специальной текстуры на каждую модель, но в нашей команде не было специального человека, поэтому эта задача по созданию такой текстуры не была для нас тривиальной. Также Apple презентовала гуишное приложение, которое хорошо позволило бы предварительно поработать с моделью, чтобы удалить паразитный фон, но оно не вышло в свет, поэтому отдельно приходилось зарабатывать каждую модель, натягивать фон, основание, удалять некоторый паразитный фон. И также очень сильной проблемой было детектирование мира. Из-за того, что у нас сад скульптур был на улице, при детектировании местности мы... В чем, собственно говоря, сама проблема? Мы сканируем местность в одно время суток, но на улице погода все время меняется, солнце может быть, может не быть, и поверхности по-разному, так сказать, видны для камеры. Как мы частично поборолись с этой проблемой? Мы в один сеанс, грубо говоря, запихнули три разного сканирования местности. Мы приходили утром, снимали местность, сеанс не прерывали, возвращались в обед, продолжали сканирование, и вечером. И вечером уже расставляли наши объекты и сохраняли сеанс. И получалась некоторая карта, и ее уже мы использовали в нашем приложении. В этой карте не содержатся моделей, там содержатся только узлы. При детектировании на каждом узлу привязывается наша модель и отрисовывается. Получается, для сохранения, восстановления местности мы использовали R-World Configuration, R-World Tracking Configuration, но есть гораздо хорошее решение, гораздо более лучшее решение, это R-DEO и 3-й Configuration. Лично я его не пробовал, потому что оно доступно только в нескольких штатах Америки и в Лондоне. Работает совершенно другим образом, но в России оно, скорее всего, никуда не появится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова